В Евразии такая диагностика, если я делаю ее, и вот себе я почти каждый день делаю такую диагностику для интереса. И вот перед семинаром я тоже делала диагностику, и вот когда вчера у нас такая была работа интересная, прокачка была, и вообще какой день семинар, и вот я сегодня сделала себе для интереса диагностику, и я просто очень удивилась, что результаты, энергия очень сильно подскочила. Если у меня там было хороших меридианов 5-6, то в этот раз было 9 из 12 меридианов таких вот хороших. Это говорит о том, что вот энергия вот эта вот на семинаре настолько повышается, настолько улучшается. Это просто я была настолько удивлена таким потрясающим результатом. Да, вот это, кстати, очень интересно, что здесь как бы получается задействовано, что даже могут участвовать определенные лица, изменения происходить у тех, кто просто, скажем, сидит потенциально пассивно. И таких случаев было очень много, что на следующий день там какие-то вопросы решались, и семейные, и отношения, и... То есть вот такая проекция, она достаточно очевидная, потому что это сетевая конструкция, и каждый человек связан с другим. И если у одного происходит набор качеств, открытия или какие-то изменения, это может проецироваться точно так же на жизнь другого. Вот так это происходит. А если это у родственников, например, если мама занимается... Вот хорошо, у вас очень многие прям как с семьей и ребенок, и дочь там, или там внуки даже в трех поколениях. И тогда получается это очень, ну как для рода очень большое развитие. А иногда бывает, что один человек вообще из-за ошибки всего рода отвечает, и достаточно ему сложно. Когда вокруг непонимание, полное отрицание или бездействие, тогда этому человеку очень трудно, у него никакой поддержки нет. И он вынужден один, как самый продвинутый, как самый мудрый, вынужден решать все вопросы. У одного человека просто посмотрите вообще, что происходит, как остановиться, как, что вообще. И вот, все так кружится, кружится, пытаюсь, посмотри, потом в одну точку раз, вроде бы, я раз-петихонечко остановился, и потом провяжу, вот как компьютерный диагноз, и человек проходишь, и он такой голый, вижу, что голый человек, вот клеточки, когда кожицы, вот эти клеточки, мышцы, все эти клетки, мышцы, вот вливается, потом красок всяких разных, разноцветных. Вот, допустим, то, что не нужно все сжигается, чернотой, как пепло, как туманность, не пепел, а как туман. И потом, раз, в полонцветные краски, есть такой человек, красочный, яркий, яркий. Кто там про искажение слышал, структуру человека, помните, я начитала? Ну, вот это речь идет про вирусы лжи, неверия и... Еще чего? Ложь, неверия... И забыла еще, какой вирус такой, ну, который поражает человека, скажем, на уровне души. Но самый сильный из них – вирус лжи. Ну, когда человек полностью погружается в иллюзию, в некий придуманный мир, который отличается от реальности. Дальше уже все его действия, все его решения, мысли, они искажаются. И он, получается, всегда, ну, куда-то вляпывается, потому что оторвано от мира. Реальность не такая. И вы даже можете легко вспомнить таких людей в своем окружении, когда... Люди, которые имеют массу масок, то есть они неестественные, они играют какие-то роли, которые не есть суть этого человека. Живут не своими жизнями, жизнями других людей. И вот этот вирус, он очень, ну, достаточно, ну, как массово уже общество поражается этими вирусами, искажениями, этими химерными структурами. Как выявляются болезни? То есть одна из причин появления болезни – это поражение вирусом лжи. И как выглядит время болезни, например, у спида, у рака. Вот в этой информации есть она очень интересная. Вот, то есть и вот речь идет о том, что вот эти искажения, вот эти вот структуры, они менялись. Вот то, что рассказывала Ирина Читала. Это очень кратко я вам рассказываю суть ее информации. И так как у нас вчера были проекты антикатастрофные все-таки, мы же работали с ошибками, с родовыми, там, в отношениях ошибки, неприятности, которые несут неправильные шаги в жизни. Мы это разбирали, вносили. И тем самым у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, и другая очень тоже хорошая. С какой начати? С хорошей. С хорошей. Так. Ну ладно. Хорошая новость в том, что вы знаете, что вы вчера отвели глобальную катастрофу. Хе-хе-хе. Нет. Именно когда закончилась наша работа, именно в это время астероид пролетел мимо Земли. Эту информацию я вчера в интернете зачитывала святием. Ну скажите, что это совпадение. Я вам отвечу насчет совпадений в моей личной жизни. Что, а не много ли будет совпадений, если их начать по пальцам пересчитывать каждый день? Это что, все совпадения? У меня что, в жизни сплошное совпадение? Поэтому, знаете, вот насчет совпадений я как-то уже не реагирую. Я понимаю, что есть какие-то закономерности. И если вам интересно, вы просто наберите в поиски. Там на самом деле интересная информация. Там, знаете... Большой стилей? Да, 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 да. То есть мне просто это очень нравится тема, потому что вы не представляете. У меня то же самое было в Курске в ноябре. Когда мы тоже... Тогда, просто тогда конкретно мы в этот день работали, какие-то космические проекты у нас были. И я пришла домой, чтобы посмотреть ситуацию в космосе. И тогда тоже было с астероидом связано, с другим правдом. А здесь как бы было интересно то, что мы коснулись космоса, ну, очень косвенно. Ну, помните, на одном уровне, значит, работа с Олей была, а на другом уровне Алексей про Солнце говори. Вот. То есть это... Ну... То, что проект антикатастрофный, это однозначно. И там, значит, тоже... И еще у нас какая хорошая новость. А, наберите просто в поиски информацию, там, 27 января. Астероид. Что еще, какие ключевые слова. Ну, в общем, вот эти ключевые слова, вам должна эта статья попасться, почитать. Это на самом деле так очень... Когда люди не верят в свои возможности, что они вообще могут. Почему такая заниженная самооценка у нашей Ирины? Можно сказать, такие антенны у человека. И все время слово «не», 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 ограничение, ограничение. Если сейчас будем мы перечислять по пальчикам, насчет самооценочки, знаете... То же самое с ограничениями, с этими убеждениями, ценностями, которые у нас идут с детства напиханные, там, семья, социум, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому давайте с ними разберемся. Наверняка встречали таких людей, их на самом деле очень много. И вокруг нас в том числе, которые говорят, ой, взрослые люди, а играются в какие-то детские игры. Вообще непонятно, чем занимаются, например. И мне вообще не до этого, я вся в долгах, мне бы долги раздать. Или у меня проблемы с семьей, да у меня проблемы с работой, да у меня везде проблемы, что мне до ваших детских игр, и так далее, и так далее. И очень бесконечное количество всяких историй, которые показывают, что вот такой человек бедный, несчастный, ему важнее вот это все проблемы его решить. Вот тогда, может быть, я начну что-то в своей жизни делать, или обучаться, или раскрывать, и так далее. Ну, то есть нас такие люди окружают, так? У каждого такие люди есть, ну вот. То есть я хочу сказать, что это абсолютно не связанные с реальностью утверждения. Это иллюзия, что именно так все и происходит, что вот именно когда все проблемы решатся, тогда у этого человека что-то изменится. Абсолютная иллюзия, никогда ничего не изменится, потому что люди не справятся с проблемами до тех пор, пока они будут в состоянии тревоги, раздражения, агрессии, конфликтов, негативных состояний. В таких состояниях вопросы не решаются. А наоборот, зеркало подобное притягивает подобное. Можно перечислять до бесконечности негативные состояния, которые есть у человека, которые не дают решения для каких-то вопросов. Почему? Потому что такие состояния говорят, первое, о беспомощности перед лицом проблемы. То есть человек слабый, поэтому у него проблемы, он ничего не решает. А во-вторых, фокусируясь на проблемах, люди их, ну как бы энергетически, скажем, подпитывают, выращивают. Вот такой бедненький человечек, вот такая жертва вся из себя, вот, ну вот, пожалеть надо, понимаете? А подпитывают энергетически, выращивают, укрепляют эти проблемы, вместо того, что наоборот их ослаблять. Это означает, что сначала, что нужно сначала, чтобы ситуации решались? Это мы обсуждаем вчерашние наши темы. Для этого нужно сначала научиться переключаться. Какое состояние? Творческое, да. Что я хочу сейчас в эту минуту? Вот сделай, что хочу, всё, ты ушёл в состояние конструктивное. Творца, вот, эта информация на самом деле, Ирина, глобальная, жаль, что ты не понимаешь те уровни, которые ты затрагиваешь, сущности Творца ты затрагиваешь уровень. А Творец, как мы сами предполагаем, это, ну, там, они, конечно, разные бывают, но это те, кто, в общем-то, мир делал. Вот, и поэтому, выходя в любое состояние Творца, оно будет только человеку давать развитие. Заниженная самооценка, раз, ограничение, не могу, не умею, не оправдывание своего бездействия, два, окружающие начнут трендычить, ты не можешь, ты такой-такой-сякой-сякой куда-то попёрся, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и так далее, список перечисляйте, Соня, так? Значит, дальше что? Как мы работаем дальше? То есть, это определённые чувства, которые приклеены привычной картиной к определённым событиям и действиям. Есть привычные постулаты, которые мы принимаем так, как они есть, мы их не доказываем. Ну, можно их перечислять, темнеет, наступает ночь, день сменяет ночь, с утра выходит солнце, летом жарко, зимой холодно. Мы же не будем это доказывать? Мы же это привычно воспринимаем. Ну, и каждый может кучу придумать. Придумать. Человек, идущий на войну, погибает или получает ранение. Человек, который много работает, обычно имеет много денег. Вот на этой стереотипной картине мира нету решений, нет решений, которые дают вот мгновенное решение такого вопроса, такого, такого, такого. Это не тот подход. Вот, есть, вот Эйнштейн говорил, что есть два способа прожить жизнь. Первый способ, это когда чудес не бывает. Это то, что я говорю про привычную картину мира. Она не заблевана. И таких людей, для которых вот такие постулаты записаны, их, ну, вокруг нас очень много. И второй способ прожить жизнь, это когда вокруг одни чудеса. Ну, и как бы каждый выбирает, какой жизнью он живёт. Что такое чудеса? Это то, что не поддаётся логике. Это то, что не поддаётся вот этой стереотипности. Как только ты себе сказал привычное убеждение, так ты сразу подумай, оно вот такое ли на самом деле? Вот как насчёт, я вам некоторые тут поназывала, как насчёт, что летом жарко, а зимой холодно? Ну-ну, а если климат меняется? Уже поддаётся сомнение на доказательство? Ну, давайте вот ещё сами придумайте пример. Что вот принято в обществе так, а на самом деле, вот если подумать, не факт. Вы сами уже, ну, хотя бы сомнению подвергнете. И, может быть, на этом сомнении придёт для вас такое парадоксальное решение, когда вы сразу результат получите в жизни. Вот. И, значит, а на уровне стереотипно, логики, логистических треков, из этого следует это, из этого следует это, там решений нет, я вам сразу говорю. Это жить с головой повёрнутой в прошлое. Это когда человек базирует свою жизнь всё время на решениях, на опыте прошлого. Вот он получил этот опыт, новая ситуация, и он его тащит в будущее, применить это решение, а задача не решается. Почему? А мир усложнился и ускакал вперёд далеко, и стал сложен на много порядков. А человек за этой сложностью не успевает, он себя не совершенствует, не усложняет структуры тела, души и разума. И поэтому у него разрыв всегда идёт с миром. И в таком сложном мире, вот когда именно сейчас идут такие катастрофные процессы, переполюсовка Земли, именно плотность энергетическая очень мощная, человека задавливает информацией со всех сторон, это и средства массовой информации, и компьютер, и количество возрастающих контактов с людьми, телефоны. Эта информация, она задавливает человека, он не успевает, у него нет времени принять решение, потому что жизнь требует молниеносно, точное решение принять. А времени нету на это, а структур таких нету, мгновенно и точно принимать решение. Он ломается от перегрузки, от стресса ломается. И мы что делаем? Учимся, тренируемся, выживать в сложных режимах. Почему? За счёт чего? Мы учимся находить ресурсное состояние в любой ситуации, быть готовы к любой ситуации. И мы с вами обсуждаем эти ресурсы, где есть точное решение, как оно получилось, как такие решения вообще получаются, и как их можно в жизни своей использовать для решения ситуации. И есть очень много способов быстро переключаться из нересурсного состояния в ресурсный. Мы будем ещё много обсуждать, я думаю, что мы будем приходить на других встречах тоже к этому. и будем учиться каким-то, открывать новые техники, проекты, которые дают такие результаты. Вечером, ну или с утра. Записывать в тетрадку, даже это не обязательно в эти дни, просто в жизни. В тетрадку вот заведите, потому что здесь иногда нам нужно пользоваться бумагой, ручкой, блокнотик, заведите себе. И просто вот получилось что-то, у вас же хорошее состояние творческое, когда что-то такое сделаешь. Записывайте эту тетрадку, как результат, вот оно ресурсное состояние здесь будет, теми словами, которые вы сформулируете. Вы знаете, насколько это будет артефакт силы? Вы себе не представляете. Вообще, когда человек пишет на бумаге, вот почему художники, известные звезды, вообще с чем связано? Подпись брать, как она называется? Автограф, с чем связано? Как вы думаете? Только ли? Ну, то, чтобы он фамилию свою оставил на память. Частичка внутреннего мира. Да, только знаешь, какая? Вот, если лист чист, ну, я просто сейчас не провожу это. Раньше я просто показывала, можете дома сами, вот когда над листом вот так ведешь рукой, здесь очень ровное поле, все ровненько, спокойненько. А если вот здесь человек напишет что-то, вот так поведешь рукой, вот здесь поле будет уже изменено. Здесь есть энергоинформационный след этого человека. Вот любой из вас, если он написал, это остается и дальше уже, ну, это для эксперта информация, поэтому, вот, кто на работу, например, поступает, можно по его заявлению рассказать о нем, его прошлое, настоящее, будущее и так далее, только по его следу энергетическому. То есть, вот на самом деле, и представьте, что если вы пишете свои достижения, результаты, это, ну, как вот блокнот силы, в любой момент, обратившись к этому, вы понимаете, во-первых, исчезает заниженная самооценка, ты реально видишь превращение в жизни результата. Вот не работает, если ты будешь просто мысленно думать, я запомню, я запомню, что здесь вот это, я запомню, что здесь у меня получилось вот это, это не работает. Вот когда записываешь, это работает. Любой момент, обращаясь к этому, ты понимаешь, что динамику, вот потом графики, если чертить, эффективности, результативности в своей жизни, и ты смотришь, вот здесь превращение, вот здесь ямка, можно подумать, почему, возможно, здесь нужно переконцентрироваться, расслабиться, и так далее. Дальше, например, еще выше. То есть, это динамика вообще, ну, как бы, траектории движения. Вот, поэтому рекомендую такую тетрадку завести, записать свои достижения, результаты, чудеса, которые случаются, ну, вот, в принципе, каждый день, что вы стали чуть-чуть богаче, чуть-чуть красивее, чуть-чуть благодарнее, там, к себе, к миру, и так далее. И вот, начинает накапливаться энергия, вот здесь, вот, для дальнейшего понимания, что да, 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 раскрывается, получается, и так далее, и так далее. Вот, то есть, вот, как бы, такая маленькая, ну, вещь, но, на самом деле, очень работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА